Китай остался на 28-м месте в обновленном рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. КНР по-прежнему лидирует среди развивающихся стран. На восьмой год подряд первую строчку списка занимает Швейцария. За ней стабильно следуют Сингапур, США, Нидерланды и Германия. Рейтинг оценивает конкурентоспособность 138 стран. Россия в этом году поднялась на две строчки и теперь занимает 43 место. Замокают список африканские государства. Индекс рассчитывается на основе 12 показателей. Основное внимание торговым и инвестиционным данным. Эксперты ВЭФ отметили снижение открытости экономик, а это, по их мнению, угрожает глобальному росту. Специалисты также уверены, монетарных мер стимулирования уже недостаточно. Необходим комплекс реформ, направленных на повышение конкурентоспособности национальных экономик. По нашим данным, Китай достиг значительного прогресса в области образования, особенно в сфере менеджмента, математики и науки. Такой вывод мы сделали на основе опроса руководителей бизнеса. В то же время все больше китайцев имеют возможность получить высшее и среднее образование. И это имеет особенно важное значение для кадровых ресурсов страны. В КНР быстро развивается бизнес и инновационный потенциал. А на этой основе рождается новая цифровая бизнес-модель, которая популярна во всем мире. На фоне четвертой промышленной революции цифровая платформа стала отправной точкой для инноваций в других областях. Вот она, движущая сила глобального экономического роста.